Задают такой вопрос, здравствуйте, Андрей Широков, Купов, Фрепородоцелитель. Можно ли вот, ну хорошо, так и быть, почиститься этими вашими там живой едой, или там сыроедение, страшное слово, или даже по вашей этой системе водно-сливая фаза, там финики, бананы, авокадо, а потом что-то кисленькое, фруктовое. Вот, ну, мучение страшное, конечно, да, пить там воду, сосать соль, финики, бананы, авокадо или что-то питательное, еще туда и сладкую ягодку добавить. А можно потом вот-вот вылечиться, и потом перейти к обычной еде. Не знаю, не проверял. Точнее, ну, на том уровне, на котором я почистился, я точно, таких мыслей у меня не появляется. Запихнуть в себя то, что меня довело до такого состояния, после которого, да, болезненного тела. И мне пришлось выдержать столько мучительных, все-таки, мучений, очищения. И мыслей таких не появляется. То есть, сознание ума уже такое не выдумает. Никакие программы, что мне чего-то не хватает, уже не сработают. Я все перепроверю, но уже не дамся так второй раз. Но есть еще сознание тела. И вот тело тоже что-то вот как-то мне не подсказывает. Это, ну, на самом деле, в моем случае тело руководило очищением уже. Оно отбрасывало то, что считало лишним. Поэтому, ну, смотрите, вы вылечитесь, да, очиститесь, конечно. Ну, это займет, ну, острые, острые, как бы, симптомы заболеваний. Это могут уйти на 40 дней, там, за неделю. Да, так и у многих и происходит. Но дальше надо, вообще-то, очищаться. Вымывать те же, там, антигены какие-нибудь, токсины, которые же и провоцировали, там, такое-то заболевание. То есть, это вы не вылечились. Это у вас просто идет ремись, облегчение, да, вот, ну, да, пусть будет, да, уменьшение. Даже чаще это не выздоровление, а просто уменьшение выраженности симптомов. Заболевание может еще, еще как продолжаться и идти просто. Вы перестали, например, добавлять глютен, и у вас, ну, новые не вырабатывают, антигены не поступают, глютеновые, в среду. Но в среде этого глютена, там, напихано уже, да, много. И это надо все как-то отмывать. Антитела продолжают вырабатываться и убивать ваш организм. Это особенно касается, вот, и у кого идет скрытая целиакия, или, например, диабет первого типа, это, как правило, казеин, да. И здесь, ну, вопрос, понимаете, он исходит из вашего состояния сознания, вот, на момент, когда вы для себя или для своего ребенка не предприняли, и вообще, вообще не учитываете, что тело будет другим, если вы реально будете очищаться. И реально, ну, я на консультации-то, например, вам же покажу, сколько там еще недомыто того-то, того-то и сего-то. Ну, если вы, как бы, проигнорируете, то и скажете, нет, все, полегчало, значит, теперь чистый, все. Ну, возвращайтесь обратно, посмотрите, как потом вернется. Хотя, в принципе, можно убрать самые провоцирующие продукты и поубивать себя чем-то, там, менее выраженным, либо менее опасным именно для вас. Потому что, ну, есть вот, что вырабатывается антитела, и идет какая-то реакция именно на орехи, там, или на определенные, там, опять же, на глютеновую фракцию, либо только на пшеницу, но не на рожь. У меня, например, на рожь больше, а на пшеницу нету. Ну, это не значит, что оно меня не убивало бы и не убивало раньше. Просто, ну, да, есть индивидуальные вот такие моменты. Опять же, я на консультации смотрю вот антитела, по каким продуктам, да, идут именно. И, как бы, дело ваше. Ну, вообще-то, если вы не перестанете себя обманывать, реально будете вычищаться. Это годами работа, постепенно, да, например, если вы, к темпам, которые вы сможете. Ну, я вот хочу посмотреть, почему вы скатитесь обратно. Скорее, скатываются в основном из-за каких-то нехваток, да. Причем, нехватка одного, а человек скатывается в то, что практически ему это и не дает. Ну, вот так срабатывает оно, к сожалению, да. То есть, например, ну, хорошо, в рыбке есть минералы, но вы ее все-таки прожарите. Тогда вы не получите никаких минералов. Вот, ну, скатиться, да, скатываются из-за дискомфорта очищения еще, да. То есть, идет криза очищения и хочется чем-то отравиться, оттяжелиться, чтобы прекратилось очищение. Вот еще поэтому скатывается. И получается облегчение, такое облегчение. Но это ваш выбор, это ваш путь. Поэтому вот этот вопрос, можно ли. Ну, как можно прописать яд? Если я вот куча роликов показываю, так и сяк, ну, как я это вижу, да. Да, и на практике, как это работает, это убивает, да. Можно ли скатиться обратно до того, что меня убивает? Ну, в принципе, да, можно. Точнее, вы можете себе такое устроить. Это ваш выбор. Ну, если задача просто облегчить симптомы, там, да, либо, ну, хотя бы, вот, все равно, да, за какое-то время через изменение, коррекцию питания к более-менее отравляющей, да, конечно же, симптоматика будет уходить. И, в принципе, какие-то даже, я знаю, случаи, там, из онкологии человек вышел на огурцах и свекле, но потом, все равно, через там, определенное время умер уже от другого заболевания, от сосудов, да, например. То есть, ну, все-таки человек как бы вот вышел из онкостатуса, но продолжил есть там что-то другое, то, что его добивало, либо недочистился, кстати, в том числе, такое может быть. Поэтому, вообще-то, я пациентов, да и меня пациенты некоторые сейчас говорят, вы меня ведите дальше. Я хочу быть, как вы, и лучше, лучше еще. Пойдемте, конечно, кто вас бросает. Андрей Широков, Клупефлю, Продоцелитель. А если не хотите, то вам можно, как раньше. Андрей Широков.